Слава Богу, мы снова имеем сегодня возможность продолжить наш семинар под названием «Карта событий последних дней». И сегодняшняя тема наша будет третья. Мы сегодня поговорим о бесовских знамениях, бесовских чудесах, которые мы очень скоро увидим. Но сначала давайте вспомним о второй теме, о которой мы говорили в прошлый раз. Вторая тема под названием «Исцеление логики в вести к Филадельфии». Мы здесь говорили о прекрасной вести праведности по вере, которую Бог по своей великой милости дал своему народу в 1888 году, которую мы как Церковь, к сожалению, не приняли. Почему я так заявляю? Да потому что, если бы мы действительно её приняли, как запонял Господь, то Христос уже пришёл бы за нами, так как эта весть раскрывает нам всю красоту Евангелия. И если бы мы её приняли, то мы уже были бы подобны Христу. В чём же такая важность этой вести? Праведность по вере — это евангельская весть для нашего последнего времени. Её необходимо предоставить как единственную надежду на спасение, говорит Вестница Господня. И когда в наших учреждениях что-то ставится выше вести третьего ангела, тогда Евангелие перестаёт быть в них великой руководящей силой. Эта весть, она заверяет нас в оправдании только через веру и призывает людей обрести праведность Христа, которая проявляется в послушании всем заповедям Божьим. Эта весть нужна не только адвентистам, но нужна и всем протестантам, и даже не протестантам, всем христианам, которые желают встречи с Христом. В чём главное предназначение этой вести, праведности по вере? Главное предназначение её — это разрушить в пыль и прах людскую славу или наше «Я». И что интересно, что это делает Бог. Не мы делаем, а Бог. Потому что оправдание через веру — это работа, совершаемая Богом, превращающая славу людскую в прах и совершающая для человека то, что он не в силах сделать для себя сам. В контексте этого чудного высказывания мы окунулись в размышления о праведности по вере, в глубину этой вести, вести, которую Господь дал ещё в Филадельфийской церкви в 1888 году. И нам, верующим с ладикийского периода, нужно приложить усилия, чтобы вернуться в тот период Филадельфии и принять эту весть, которую Господь даровал нам. И тогда, если мы примем её, тогда земля сможет осветиться от славы третьего ангела, о чём мы говорили в прошлой теме. Очень рекомендую всем эту важную тему и тем, кто уже даже прослушал. Слушайте её, пожалуйста, ещё несколько раз, так как она очень глубокая. Мы говорили, что Христос является нашей праведностью. Он ничего не делал сам от Себя. Все добрые дела в Нём от Отца, все праведные дела Христа были работой Духа Святого в Нём. И всю славу Он воздавал Отцу. Это смирение высшей пробы. А мы же, рабы, ничего не стоящие. Нам остаётся лишь воздать всю славу Богу. Слава Богу за эту прекрасную весть. Наша сегодняшняя тема уже, слава Богу, третья, имеет название «Активизация тёмных сил» или «Контрольный выстрел сатаны». Эта тема не менее серьёзная, чем предыдущая, и мне пришлось потрудиться над ней. Она нелегко далась. Но слава Богу за его помощь и за ваши молитвы. Я попрошу всех, кто меня сейчас слушает, пожалуйста, распространите эту важную тему среди своих друзей. И этим вы поможете им укрепить веру в противостоянии и противодействии сатанинской силе, особенно в последней неземной истории. И чем раньше поделитесь, тем больше шансов будет у ваших знакомых. Я заявляю очень серьёзно. И пусть благословит нас наш Господь в этом благословенном труде. Мы следуем дальше. Апостол Иоанн слышал в видении громкий голос, говорящий «Горе живущим на земле и на море, потому что к вам сошёл дьявол в сильной ярости, зная, что немного ему остаётся времени». И апостол Пётр подтвердил «Трезвитесь, бодствуйте, потому что противник ваш дьявол ходит, как рыкающий лев, ища кого поглотить». Как ужасна действительность, вызвавшая это восклицание, говорит Вестница Господня. Гнев сатаны с приближением времени его конца всё усиливается. Обольщение и разрушение, которые он несёт, достигнув своей кульминации во время скорби. О чём мы будем сегодня рассуждать, согласно Библии и Духу Пророчества? Я разделил эту главу на четыре пункта. Первый пункт. Бесовские искушения, явления бесов в виде ангелов Божьих и апостолов, творящих чудеса и исцеления, лжи Христы, творящие знамения. Второй пункт. Главный удар сатаны по вере избранных, пришествие сатаны в образе Христа. Третье. Время пришествия сатаны. Четвёртое. Различие между пришествиями сатаны и Христа. Пятое. Что нам делать сегодня, чтобы устоять завтра? Итак, первая подтема нашей проповеди. Бесовские искушения, явления бесов в виде ангелов Божьих и в виде апостолов, творящих чудеса и исцеления. При приближении второго пришествия нашего Господа, говорит Вестница Господня, из преисподней двинутся сатанинские силы. «Вскоре мы увидим на небе ужасные сверхъестественные явления, знак власти демонов, творящий чудеса. Явольские духи выйдут царям земли и ко всему миру, чтобы утвердить их заблуждение и убедить соединиться с сатаной в его последней борьбе против небесного правления. Им удастся обмануть вождей и их подданных. Об этом говорит Великая Борьба, страница 624». Мы видим, что сначала придут дьявольские духи, чтобы приготовить людей к встрече с их генералом. Но вопрос, когда именно и в какое время начнутся эти события на карте событий последних дней? Посмотрите, вот здесь на нашей карте я поставил вот тут точку начала времени бесовских чудес. Основное проявление сатанинских чудотворных действий будет после национального воскресного закона США. Приняв в законодательном порядке папское установление, нарушающее закон Божий, американский народ окончательно порвет с праведностью. Когда протестантизм протянет руку через пропасть и подаст ее римской власти? Когда он проложит мост через бездну, разделяющую его со спиритизмом? Когда под влиянием этого тройственного союза наша страна не спровергнет все принципы своей конституции и отречется от протестантско-республиканских принципов правления, а также создаст все необходимые предпосылки для распространения папских заблуждений, тогда мы окончательно удостоверимся, что приблизилось время чудотворных действий сатаны и близок конец всему. Итак, мы видим, что основное проявление сатанинских чудотворных сил будет после национального воскресного закона США. Посмотрим это на карте. Но я хотел бы сказать, что бесы уже сегодня являют свои знамения на небе и на земле, никак не могут дождаться своего звездного часа, предшествующему их погибель. Давайте посмотрим фрагмент с видео, который Господь мне недавно показал. Как бес беснуется на небе в образе какого-то великого существа. Чудодейственная сила, явленная через спиритизм, будет направлена против тех, кто решил больше повиноваться Богу, нежели человекам. Духи будут утверждать, что они посланы Богом, чтобы убедить отвергающих воскресение в их заблуждении, что законам страны нужно повиноваться так же, как и закону Божьему. Великая борьба, страница 590. Перед тем, как последние суды Божьи посетят нашу землю, среди народа Божьего произойдет такое возрождение благочестия и святости, какого еще не бывало со временем апостолов. Но враг человеческой души всеми силами старается помешать такой работе. Он попытается не допустить возникновения этого движения, подменяя его своей фальшивкой. В тех церквях, которые ему удастся обольстить, он создаст впечатление, будто уже излились особенные благословения Божьи. И будет казаться, что происходит великое религиозное пробуждение. Множество людей будут радоваться чудесному воздействию на них Бога, в то время как это будет совершать совсем другой дух. Прикрываясь маской религиозности, «Сатана попытается распрослонить свое влияние на весь христианский мир». Великая борьба, 464 страница. Мы здесь видим, что перед тем, как будет излит поздний дождь на Церковь Божью, дьявол попытается подделать сошествие позднего дождя, так называемой ложной пятидесятницей, когда будут собраны множество народов, и будет казаться, что Дух Святой сошел на людей. Но в то же время эти люди будут нарушать заповеди Божии. Проявление сатанинских чудотворных действий будет перед излитием позднего дождя и продлиться до завершения времени испытания. Пока не прозвучал громкий глич третьего ангела, сатана имитирует ложное пробуждение, ложное излитие позднего дождя. В этих религиозных организациях, чтобы отвергшие истину думали, что Бог с ними. Он надеется обмануть искренних людей и внушить им, что Бог еще не оставил их церкви. Но свет воссияет, и все искренние души выйдут из падших церквей и присоединятся к остатку. Раннее произведение. Дьявол постарается убедить искренних людей, что Бог не оставил их падшие церкви. Но Дух Святой откроет им этот обман. Нам дано предостережение о том, что последние дни сатана будет действовать с помощью ложных знаменей и чудес, чтобы указать на них, как на очевидные доказательства того, что он ангел света. Он будет продолжать творить эти чудеса до завершения времени испытания. Итак, посмотрим на карту. Мы видим время бесцовских чудес. Оно будет после выхода воскресного закона в Америке. А ложная пятидесятница будет где-то примерно перед самым поздним дождем. Но уже после выхода всемирного воскресного закона. Следуем дальше. Как именно это будет происходить? Наиболее успешный и изумительный обман сатаны рассчитан на то, чтобы завладеть вниманием тех, кто похоронил своих любимых. Злые ангелы являются в образе этих возлюбленных, рассказывают различные случаи из их жизни и поступают так, как те поступали при жизни. Таким образом, они побуждают живых верить, что их умершие друзья стали ангелами, которые витают над ними и общаются с ними. Перед этими злыми ангелами, которые выдают себя за умерших друзей, преклонятся многие, и их высказывания имеют больший вес, чем Слово Божье. Событие последних дней, страница 161. Ко многим нечистые духи явятся под видом умерших друзей или родственников и будут внушать им самые коварные заблуждения. Они будут взывать к нашим самым нежным чувствам и совершать чудеса, чтобы подтвердить свои притязания. Под влиянием злых духов люди станут творить чудеса. Сначала они будут своими чарами наводить на людей болезни, а затем освобождать их от этого колдовства, побуждая других говорить, будто больные чудесным образом исцелились. Сатана все время занят подобными делами. Восстанут люди, которые будут выдавать себя за Христа, присваивая себе имя и поклонение, принадлежащее только Спасителю мира. Они будут совершать удивительные чудеса, исцеления и утверждать, что получили откровение с неба. Но эти откровения будут противоречить свидетельству Священного Писания. Силы Сатаны умножатся, и некоторым из его преданных последователей будет дана власть творить чудеса, вплоть до низведения огня с неба на землю пред людьми. Посредством спиритизма будут совершаться чудеса исцеления больных, а также происходить многие другие неоспоримые, сверхъестественные явления. И так как духи будут заявлять о своей вере в Библию и твердить об уважении к церковным институтам, их деяния будут восприниматься как проявление божественной силы. Посмотрите на эту цитату. Здесь говорится, что они будут заявлять о вере в Библию, но есть еще высказывания, которых утверждается, что они будут пренебрегать Библией. Это мы дальше увидим. Они идут на все. Насколько правдоподобна будет подделка? Падшие ангелы могут принимать облик умерших друзей. Они с изумительной точностью воспроизводят не только внешность, но и выражение глаз, голос и манеру говорить. И многие радуются тому, что их близкие счастливы на небе и, не подозревая об опасности, внимают духом обольстителем и учением бесовским. Их близкие появятся в одеждах света и будут выглядеть так же, как и при жизни на земле. Ангелам зла нетрудно выдать себя за умерших святых или грешников и сделать их видимыми для человеческого глаза. Подобные явления будут встречаться все чаще, и события, еще более поразительные, начнут происходить по мере приближения конца времен. Католики, которые полагаются на чудеса, как на знамения истинной церкви, будут введены в заблуждение этой чудотворной силой. Протестанты, отбросив щит истины, тоже будут обмануты. Об этом следить стоит книга «Великая борьба» с 588 страницей. Очень серьезное предостережение. За кого еще будут выдавать себя падшие ангелы? Эти духи лжи, выдавая себя за апостолов, противоречат всему, что последние писали под влиянием Святого Духа. Они отрицают божественные происхождения Библии. Чем это нам грозит, спросите вы? Да напрямую, потому что только мы с вами будем говорить, что это все ложь, потому что об этом говорит Библия. Потому они и будут говорить, что Писание не дошло к нам таковым, как оно есть. Его подвинили раньше, и нас учили все это время неправде. Но и это еще не все. Главный удар сатаны по вере избранных – это будет пришествие его в образе Христа. Или, как я назвал эту под тему, контрольный выстрел сатаны. Борьба станет все ожесточенней. Сатана начнет военные действия и выдаст себя за Христа. Он будет искажать, извращать, портить все, что только можно, дабы обмануть, если возможно, и избранных. Он видит, что почти проиграл свое дело. Он не смог увлечь за собой весь мир. Поэтому сатана предпринимает последние отчаянные усилия, чтобы победить верных обманам. Он совершит это дело, выдавая себя за Христа. Облюкшись в царские одежды и точно подражая описанию видений Иоанна, он провозглашает себя, что он Христос. И смотрите. И он верит, что является Христом. Насколько ложь серьезная будет и сильная. Прекрасное, величественное существо, с нежным голосом и приятными словами. Его слава превзойдет все когда-либо виденное человеком. Затем его обманутые последователи соединятся в громком победоносном восклицании. Христос пришел! Христос пришел! Он поднял свои руки, как делал это на земле, и благословил нас. В величайшем восхищении люди падают пред Ним. Он поднимает руки и благословляет их, как это делал и Христос, будучи на земле. Голос у Него мягкий и приглушенный, и вместе с тем мелодичный. Словами полными нежности и сострадания, Он повторяет некоторые из тех благодатных небесных истин, сказанных когда-то Христом. Он исцеляет болезни людей, а затем, подражая Христу, объявляет, внимание, что перенес субботу на воскресенье, и повелевает всем светить день, благословенный им. Он заявляет, что все, продолжающие упорно светить седьмой день, хулят Его имя, отказываясь слушать ангелов, несущих им свет и истину. А кто эти ангелы? Это бесы падшие, которые притворятся в Божьих ангелов и будут говорить ложь под личиной истины. Какой сильный и почти непредалимый обман! И, подобно самарянам, обманутым Симеоном Волхвом, многие отмана до велика будут внимать этому колдовству и скажут, «Се есть великая сила Божья! Время пришествия сатаны будет после Всемирного Воскресного Закона, но незадолго до излития семи язв». Почему я так утверждаю? Читаем. «Заключительным актом великой драмы обольщения станет попытка сатаны выдать себя за Христа. Но народ Божий не удастся обмануть. Учение лжехриста противоречит Священному Писанию. Он благословляет тех, кто поклоняется зверю и образу его». Заметьте, что это будет уже после Воскресного Закона в Америке и после Всемирного Воскресного Закона, потому что именно в это время будет сформирован образ зверя. Пока никто еще не принял начертание зверя, время испытания еще не пришло. В каждой церкви есть истинные христиане, не исключая и католиков. Никто не осужден, пока не обрел света относительно соблюдения Четвертой Западе. Но когда выйдет указ, говорится о Всемирном Воскресном Законе, насаждающий поддельную субботу, и громкий клич Третьего Ангела уже предостережет людей от поклонения зверю и его образу. «Тогда будет проведена четкая граница между ложью и истиной, и продолжающие приступать Западе примут начертание зверя». Смотрите, после слова «тогда» можно вставить «после начала излития позднего дождя», так как громкий клич связан именно с поздним дождем. Антихрист явится как истинный Христос, и тогда народы всего мира начнут полностью игнорировать закон Божий. Смотрите, до этого момента еще будут сомневающиеся в правоте воскресного дня, но после этого уже полностью будут игнорировать. Мятеж против святого закона Божьего полностью созреет. Я так понимаю, что все уже примут какую-то сторону и сделают свой выбор – или в сторону врага, или в сторону Христа. Люди будут обмануты, они возвысят сатану до уровня Бога и станут боготворить его. Но вмешается всемогущий и отступившим церквям, который объединятся в возвышении сатаны, будет вынесен приговор. В один день придут на нее казни, смерть и плащ, и голод, и будет сожжена огнем, потому что силен Господь Бог, судящий ее. Можно сравнить с другим переводом. Эту же самую цитату я пропущу, а если вы пожелаете посмотреть, можете вернуться, поставить на паузу и прочитать. «Насколько сильные испытания будут для остатка Божьего». Вскоре мы столкнемся с последним великим обманом. Антихрист будет творить пред нашими глазами свои чудеса. Его фальшивка будет настолько похожа на правду, что только с помощью Священного Писания можно будет отличить истину от подделки. Каждое чудо и каждое утверждение необходимо проверять библейским свидетельством. «Почти всемирный обман». Сегодня есть нужда в серьезном ревностном труде мужчин и женщин, стремящихся спасти души, потому что сатана, как сильный генерал, вышел на поле битвы. И в это последнее оставшееся время он действует всевозможными методами, чтобы закрыть дверь истины, которую Бог желает открыть своему народу. Он вовлек в свои вреды весь мир, и лишь немногие остаются верными Божьим требованиям. Это лишь те, кто всегда противостояли Ему, и даже таких Он попытается победить. Заметьте, группа небольшая отличается тем, что всегда противостояли дьяволу. «Я предостерегаю наш народ, что даже среди нас некоторые отротятся от веры и будут внимать духом, обольстителем и учением бесовским. И через них истина будет поношение». Как свидетельствует практика, читая такие заявления, каждый из нас думает, что это не обо мне. Но, дорогие, я хочу предупредить, это может говориться именно о нас. Потому будьте внимательны к своему спасению. Будут совершаться чудеса. Служители, законодатели, доктора, которые допустят, чтобы эта ложь покорила их дух развлечения, рассоединившись с обманщиками, окажутся обманутыми. Они будут находиться в состоянии духовного опьянения. Почему они будут в таком состоянии? Потому что пили ложное вино Вавилона, ложные учения. Готовы ли мы к испытанию, который ожидает нас, когда ложные чудеса сатаны проявятся в ещё большей силе? Это спрашивает Вестница Господня. Вскоре появятся удивительные явления, тесно связанные с сатаной. Слово Божие заявляет, что сатана будет творить чудеса. Он нашлёт на людей болезни, а затем вдруг избавит от них своей сатанинской силы. Затем они будут считаться исцелёнными. Эти действия видимого исцеления поставят адвентистов седьмого дня перед великими испытаниями. Братья мои дорогие, будьте внимательны к тому, что слышите. Вы представьте себе, что когда мы будем вот это всё видеть, вот это грандиозное шоу с чудесами и исцелениями, наши глаза, наши уши, наши обаяния, всё будет свидетельствовать о том, что это всё правда, но только наши знания Библии будут говорить, что это ложь. Но и по Библии будет нанесён сокрашительный удар. Мы читали выше, что бесы будут приходить к нам, ко всем людям, в образе апостолов и будут утверждать и убеждать в том, что Писание было неправильно передано нам. Это будет очень сильное обольщение. И я понимаю, что в этом обольщении отойдут полностью уже все, кто ещё не закалил свой ум библейской истины. Очень серьёзное обольщение. Ждёт нас, дорогие. Святые взирают на эту сцену с изумлением. Неужели они также будут обмануты? Неужели они поклонятся сатане? Настолько сильный обман будет? Ангелы Божьи окружили их. Слышится ясный, твёрдый, музыкальный голос. «Взирайте ввысь!» Перед молящимся была единственная цель. Заключительные вечные спасения их душ. Эта цель была постоянно перед ними, что бессмертная жизнь обещана всем, претерпевшим до конца. О, какими искренними и пылками были их желания! Перед их взором предстоял суд и вечность. Взор их веры был сосредоточен на сверкающем престоле, пред которым стояли святые, облечённые в белые одежды. Это удерживало их от склонности ко греху. Они верой держались за небеса. Ещё одно усилие и последний замысел сатаны был исчерпан. Он услышал этот непрерывный вопль ко Христу, чтобы он пришёл и избавил их. В этом заключалась последняя стратегия сатаны – выдать себя за Христа и внушить им, что на их молитвы пришёл ответ. Вы услышали? Какой предлог будет для дьявола сказать, что я пришёл в ответ на ваши молитвы? И именно эта цитата говорит о том, что этот акт, последний акт в драме «Пришествие сатаны» будет в самом конце, непосредственно перед закрытием двери благодати. Потому что здесь говорится, что ещё одно усилие и последний замысел сатаны был исчерпан. Слава Богу, что был исчерпан. Все будут испытаны. Искушение выявят истинных христиан. Стоит ли теперь народ Божий так твёрдо в его слове, чтобы не поддаваться этому соблазну? Будет ли он в это критическое время придерживаться от Библии и только Библии? Если нас сегодня так легко сбить с пути, то тогда мы точно будем просеяны. Сатана будет делать всё возможное, чтобы помешать приготовлению к этому дню. Он будет создавать разные препятствия, чтобы люди были поглощены земным и богатством. Это уже говорится о нашем времени. Если мы сегодня будем вот в этой группе, о которой я сейчас зачитываю, наше падение обеспечено. Ещё раз считаю за эту группу. Если мы будем в этой группе, сатана будет делать всё возможное, чтобы помешать приготовлению к этому дню. Он будет создавать разные препятствия, чтобы люди были поглощены земным богатством, чтобы несли тяжёлое, изнурительное бремя, потому что будут говорить, и уже говорят, что у меня нет времени даже отдохнуть, не то что Библию читать, чтобы несли тяжёлое, изнурительное бремя, чтобы их сердца были отягощены заботами жизни, и время испытания пришло для них как вор. Только закалившие свой ум библейскими истинами устоят последней великой борьбе. Исследуйте, дорогие Писания, закаляйте свой ум библейскими истинами. Насколько долго Ему будет позволено творить чудеса? Он будет продолжать творить эти чудеса до завершения времени испытания, а не тьмы. Третье. Различие между пришествиями сатаны и Христа. Как мы сможем отличить истину от лжи? Как отличить подделку от подлинного пришествия Христа? Такие вопросы. Поищем ответы. Сатане не позволено подражать способу второго пришествия Христа. Христос предостерег нас против такого врага, худшего из всех человеческих врагов, но при этом называющего себя Богом. И что при пришествии Христа явится сила и слава, сопровождаемая бесчисленным сонном ангелов. И когда он придет, мы узнаем его голос. Сатана стремится извлечь всякое преимущество. Но в одном будет резкое отличие от Христа. Это о чем вестница говорит? Это о том, что сатана отвратит людей от закона Божьего. Но несмотря на это, он хорошо будет подражать праведности. Представляете? Отвращать от закона, но подражать праведности будет. Что если бы было только возможно, он престил бы и избранных. Коронованные лица, президенты, высокопоставленные лица преклонятся перед этими ложными теориями, будут совершаться чудеса. Итак, если скажут вам, вот он в пустыне, не выходите, вот он в потаенных комнатах, не верьте, об этом предупреждает Господь, что дьявол не сможет так явиться, чтобы ее все одновременно увидели. Потому что это возможно только Христу. Но дьявол будет появляться в местах, то там, то здесь. Ибо как молния исходит от востока и видна бывает даже до запада, так будет пришествие Сына Человеческого. То есть, пришествие Сына Человеческого все увидят и все поймут, что это Он. Все глядет с облаками и узрит Его всякое око. И те, которые пронзили Его, и возрыдают пред Ним все племена земные. Ей аминь. Такое пришествие подделать невозможно. О Нем станет известно повсюду. Его увидит весь мир. Только усердно исследующее Писание. Те, кто принял любовь истины, будут защищены от силы обольщения, которое пленит весь мир. С помощью Слова Божьего они разоблачат обманщика. Но не так легко будет это сделать нам. Читаем дальше. Сатана не заводит с неба огонь. И эта чудотворная сила направлена на то, чтобы принять весь мир. Он выдаст себя за Христа и явится в роли великого медика-миссионера. Бесы будут обольщать людей настоящими чудесами, а не подделкой. Как нам подготовиться к обману сатаны, чтобы мы могли противостоять его поразительной чудотворной силе? Вестница советует. Придите к Господу ради самих себя. Молитесь о божественном просвещении. Старайтесь познать, что есть истина, чтобы когда будет явлена удивительная чудотворная сила и враг придет под видом ангела света, вы могли бы провести различия между истинной работой Божьей и под ложными действиями силы тьмы. Многие из тех, кто принял третью весть, не принимали участие в провозглашении двух предыдущих вестей. Сатана понимал это, и его злое око было над ними, умышляя погубить их. Заметьте, над теми, кто не знал всех трех ангельских вестей. И вестница говорит, что эти вести были представлены мне в виде якоря спасения для народа Божьего. Те, кто понимает и принимает их, то есть три ангельских вести, записанные в книге Откровения 14 глава, те будут защищены от непрекращающегося обмана лукавого. Эти события придут на нас, как волна за волной. Одна сильнее другой. Потому сегодня, если мы не утверждены в истине, мы не устоим. Нас смоет этими волнами бесовских обольщений. Я видела, что святым надо досконально изучить истину для настоящего времени. Братья дорогие, сегодня время вернуться к истине. Сегодня время исследовать Библию. Сегодня время исследовать пророчество. Сегодня время, пока еще есть время. Завтра его уже может не быть. Святые должны понимать, в каком состоянии находятся мертвые. Ибо духи бесовские придут к ним под видом усопших друзей и родных. И станут проповедовать о переносе субботы и другие небиблейские учения. Дорогие, если мы сегодня думаем, что мы знаем и понимаем, что после смерти нет жизни, мы думаем, что мы устоим. Но если мы не утвердились в этой истине, мы пойдем. Я слышал несколько рассказов, когда делились со мной адвентисты. Когда к ним подходили, к их мертвые родственники, мы знаем, что это подходили бесы в их лечении, как мы читали выше, то были очень большие сомнения, что это не они. Не будьте, дорогие, самоуверенны, что мы выстоим. Молитва, исследование Слова Божьего. Вот наша защита. И изучение обетований Божьих. И она еще здесь говорит, если мы не воспылаем любовью к истине, то можем оказаться среди тех, кто верует в чудеса дьявола, которые он будет творить в эти последние дни. Помните, как предупреждал апостол Павел в Фессалоникийскую церковь? Во втором послании, во второй главе, читаем с 8 стиха. «И тогда откроется беззаконник, которого Господь Иисус убьет духом уст своих и истребит явлением пришествия своего, того, которого пришествие по действию сатаны будет со всякой силою, и знамениями, и чудесами ложными, и со всяким неправильным обольщением погибающих за то, что они не приняли любви и истины для своего спасения. И за сие пошлет им Бог действие заблуждения, так что они будут верить лжи, да будут осуждены все, не веровавшие истине, но возлюбившие неправду». Дорогие, как необходимо сегодня возлюбить истину? Что удержит народ Божий от выражения преданности лжехристам? Она говорит «не ходите, не гоняйтесь и даже не смотрите в их сторону». Что нам следует делать, когда нам будет велено служить Ему? Очень серьезное предупреждение. Сатана пришел, как ангел света, чтобы в пустыне искушать и вводить Христа. Он придет, выдавая себя за Христа, творя великые чудеса, и люди падут пред Ним на колени и будут поклоняться Ему, как Иисусу Христу. Нам будет велено поклониться Ему, этому существу, которого мир будет славить, как Христа. Что же нам делать, спрашивает она? Отвечать, что Христос предостерег нас именно об этом самом худшем враге человека, который, однако же, претендует на то, чтобы быть Богом. И что, когда Христос явится, Его пришествие будет силой и великой славой, сопровождаемой тьмой, тем и тысячи и тысяч ангелов. И что, когда Он придет, мы узнаем Его голос. Вы понимаете, что надо говорить тогда? Вы сможете вот это сказать? Когда весь мир будет поклоняться, ваши дети, возможно, наши родственники, друзья будут все поклоняться, а мы станем, как Даниил и его товарищи, и скажем, что мы не будем поклоняться, потому что это не Бог, это самозванец. Просто представьте себе эту ситуацию. Насколько это будет серьезное испытание. Предлагаю сейчас посмотреть вырезки с видеопроповеди адвентистского пастора Алексея Карпенко. 16 августа 2002 года появилось изображение в 3D, таком изображение лика какого-то существа, и рядом с ним диск записан, между прочим, двоичной системой. Перевести этот диск на простой язык не оказалось сложности. Вот такой рисунок. Вы видите изображение какого-то существа, вы видите диск в двоичной системе записан, вы видите три какие-то точки. Как предполагают исследователи, это три планеты, на которых обитают вот эти вот существа. Похоже, эти три точки на пояс Ориона, утверждают другие. И тут в церкви тоже пошло такое оживление. Как? Пояс Ориона, все это наши. Но не спешите, дорогие мои. Вот текст, который был скрыт в этом двоичном коде на вот таком образном диске. Текст английского языка. Кто владеет английским, вы можете прочесть. Так что же они там сокрыли в этом двоичном тексте? Что же за информация там была сокрыта? Остерегайтесь несущих фальшивых дарований и их пустых обещаний. Много боли доставлено, но время все еще есть. Верьте, вне этого места хорошо. Мы противостоим обману. Время, чтобы действовать, заканчивается. Но если делать еще и дословный перевод, примерно будет звучать так. Остерегайтесь носителей или подателей ложных предсказаний. Много болезней, несчастья предстоит пережить. Это продлится еще некоторое время. Верьте, что добро существует. Мы противимся обману. Мы приводим в качестве противоставления глубину. Канал закрывается. А вот теперь у меня вопрос ко всем. А кто стоит за этой информацией? Мы сможем с вами как церковь определить? А вам из послания этого ничего из Библии не напоминает? Вот что подобное можно найти в Библии? Остерегайтесь несущих ложных предсказаний и их пустых обещаний. Слова Христа. Иисус сказал им в ответ. Берегитесь, чтобы кто не престил вас. И многие лжепророки восстанут и престят многих. Много болезней, несчастья предстоит пережить, но это продлится еще некоторое время. Будут глады моры землетрясения по местам, говорит Христос. Все же это начало болезней. Ибо тогда будет великая скорбь, какой не было от начала мира до ныне. И не будет. И если бы не сократились те дни, то не спаслась бы никакая плоть. Но ради избранных сократятся те дни. Похоже? Верьте, вне этого места хорошо. Книга Откровения. Итак, веселитесь небеса, обитающие на них. Это вне нашей планеты. В горе, живущем на земле и на море. Это там, где мы обитаемся. Потому что к вам сошел дьявол в сильной ярости, зная, что немного ему остается времени. Мы протеемся обману. Слова из книги Откровения. И произошла на небе война. Михаил и ангелы его воевали против дракона. И драконы и ангелы его воевали против них. Мы видим противостояние. Время, чтобы действовать, заканчивается. Откровение 10 глава 6 текст. Времени уже не будет. Похоже? Так как же определить, от кого пришла эта информация? Мы читали с вами слова текста послания. Вот этого на поле. И теперь задаемся вопросом. А как определить, кто стоит, кто играет с нами? Или заигрывает с нами? А может это злая игра, которая приведет к погибели тех, кто поверит игроку? А вы видите мне одним словом из Библии, а принцип, которым можно воспользоваться, чтобы определить, кто за этим всем стоит. Плоды. Одно дело что-то сказать. Это тоже плод, между прочим. Плод мысли. Но Христос говорит, по плодам их узнаете. Давайте сейчас на эти круги посмотрим более подробнее. Что мы там находим? В рисунках. Вот вы видите символ бога солнца Ашура. И бога луны Сина. В Месопотамии. Так они изображались в древности. Вот изображение на поле. Но и это еще цветочки. Вот изображение бога солнца. Крылатый диск. Древний мифологический символ, широко использовавшийся в древнем Египте, Месопотамии, Хетском царстве и других народах Древнего Востока. Вот так он изображался. Вот в Египте, в Вавилоне встречается изображение этого самого бога, крылатого бога. В шумерской цивилизации. Вот шумеры изображают этого бога. Вот он. Вот Ассирия изображает этого бога. Вот Египет изображает этого бога. В древнем Египте это символ великого и единственного бога в образе солнца. Вавилоняне переименовали его в Мордука. Вот он. А теперь обратите внимание на этот рисунок на поле. Вот как его изображали в древности. А вот изображается этот бог в современное время на полях. А теперь я задаю вам вопрос. Вы себе можете представить нашего небесного отца, Христа, его ангелов, который будет нам рисовать бога солнца, Мордука на полях? Но это еще цветочки. Культ солнца древности. Обратите внимание, как изображался солнце и древности. Вот изображение древности солнца. И вот рисунок солнца. Как оно изображено здесь на поле. Вот египетский культ солнца и луны. Вот еще один рисунок на поле. Где вы видите пирамиду и за пирамидой тоже солнце. Вот вы видите рисунок, на котором есть пирамида и в верхней части ее всевидящее око. Я теперь вам буду задать вопросы. Вы можете себе представить живого истинного бога, который будет рисовать эти рисунки? Вот египетская символика в этих рисунках. Вот на поле был большой рисунок и сопровождающий его несколько маленьких. Один из маленьких это египетский крест. Вот так он в Египте изображался или вот так вот. Вот так он был найден на поле. Но и это еще ничего. Вот рисунок на поле был найден. Это жук-скоробей. Обратите внимание, как его изображали в Египте. Это целый культ был. И как нашли это изображение, как оно выглядело на поле. Жук считался символом возрождения и бессмертия. Часто он изображался катящим перед собой навозный шар. Который ассоциировался с восходящим солнцем. Так его изображали на золоте, на других металлах. Вот допустим стрекоза. У греков, не знаю как у индейцев, а у греков стрекоза символизировала бессмертие. Бабочка. Древние греки считали бабочку тоже символом бессмертия. Смотрите, жук-скоробей. Бессмертие. Стрекоза. Бессмертие. Бабочка. Бессмертие. Готовы? А теперь истолкуйте мне рисунок, который очень сильно похож на рисунок Леонардо да Винчи. Но в него добавлена новая идея. Это рисунок сделан из самолета. Почти на все поле. Я даже затрудняюсь сказать о диаметре этого рисунка. Было изображено вот это вот. В центре рисунок Леонардо да Винчи. Человек, расставивший руки, расставивший ноги. Видите, да? Но что появляется в этом рисунке нового? Что разум, который рисовал этот рисунок, хочет донести? Я начну первое слово. Вы вспомните жука-скоробея, вспомните, пожалуйста, стрекозу, вспомните бабочку. Человек бессмертный. По плодам их узнаете их. Что это за система? Как она называется на нашей планете? Инь-янь. Система добра и зла. Главное учение, не вдаваясь в тонкости, главное учение в том, что белая капля – это добро, черная капля – это зло. Но в добре есть вкрапление зла, а во зле всегда есть вкрапление добра. Это взаимодействие добра и зла, их гармония на нашей планете. То есть это восточное учение. Вы себе можете представить, Бог посылает своим детям на землю вот эти вот поучения в виде этих рисунков инь-янь. Если о нашем Боге сказано, по этому учению в самом божестве есть вкрапление зла. Библия говорит, что у Бога нет ни малейшей черной точки. Никакой тьмы в нем нет. Может Бог такое себе послание на землю присылать? Нет. Вся глубина. Помните текст послания? Но мы противостоим глубиной. Зла много, но мы противостоим глубиной. Так вот, по моему наблюдению, вся глубина посланий на полях сводится к углублению в язычество, оккультизм и веру духом. Вот появляются две светящиеся такие вот сферы, плазмоиды. Делают какое-то движение. Вы видите, еще один пролетел, вот раздвоился. Как бы контрольный такой пролет уже над появившимся рисунком. Да нет, не лазерем, это какие-то радиоволны. Вот те, кто исследует этот вопрос, какие-то радиоволны. Вот то, что с этими радиоволнами задается сразу рисунок, и он сразу падает на поле, если посчитать по времени, ровно 7 секунд, для того, чтобы упал весь рисунок. 7 секунд. Я думаю, что вы сейчас слышали и видели очень интересную информацию. Эта тема очень серьезная и глубокая. У нас просто времени нет, чтобы много материала еще можно было предложить. Но я выставлю под видео еще некоторые материалы, чтобы по возможности вы посмотрели. А вот что говорит о подобном еще один пастор, Марвин Мур, написавший книгу «Кризис последнего времени». Я читаю на странице 36. Огромная волна научной фантастики, посвященной звездным войнам, захлестнувшая рынок развлечений сегодня, добавляет свои штрихи к этой картине. Науку и современную научную фантастику объединяет одно – они чрезвычайно озабочены существованием разумных существ за пределами нашей планеты и Солнечной системы. Писатели-фантасты мечтают о них, нынешние ученые ищут их. И будь то подлинная наука или научная фантастика, я совершенно убежден, что и то, и другое служат сатане, стремящемуся воздействовать на мир, сделав его восприимчивым к своему главному обману. Когда сатана явится в образе Христа, я не удивлюсь, если он представится как инопланетянин. Если этого не произойдет, значит ему придется проигнорировать все научные поиски инопланетян, всю научную фантастику, все фильмы, книги и журнальные статьи о звездных войнах, наводнивших рынок развлечений за последние десятилетия. Но сатана не собирается все это игнорировать. За всем этим стоит именно он. И я уверен, говорит автор, что это часть его стратегии по вовлечению мира в свой главный обман. Я полагаю, чтобы создать видимость закономерности, эти бесы, прежде чем пристать пред людьми в видимом образе, сначала наладить контакт, о чем мы видели в этом фильме, через радиотелескопы и некоторые другие сложные приборы, обычно используемые учеными. Возможно, они даже заранее условятся от встречи, так что мировые лидеры будут ждать их. Поскольку ученые удостоверят подлинность этих контактов, заблаговременно с помощью своих приборов люди подадутся обману. И если ученые, являющиеся первосвященниками нашего общества, поверят этому, то поверят и все остальные. За исключением, конечно, кучки радикалов, у которых хватит смелости, чтобы назвать все это сатанинским обманом, в обстановке, когда весь мир жаждет любой помощи, из какого бы источника она ни сходила. Не могу сказать с полной уверенностью, что когда наступит последний кризис, большинство людей будут считать, что законы, направленные против Божьего народа, вполне оправданы. Тех, кто откажется следовать за большинством, назовут фанантиками и предателями. Елена Вай сказала, что сознательное повиновение Слову Божьему будет расцениваться как мятеж, и тогда многие адвентисты седьмого дня отрекутся от своей веры. Как только приблизится буря, многие, уверовавшие в треханельскую весть, но не осветившиеся через послушание истине, откажутся от своих взглядов и пополнят ряды ее врагов. Эти существа будут первыми пострекать мир к уничтожению Божьего народа, и, как я склонен полагать, по мере приближения конца они начнут предупреждать мир о грядущем вторжении враждебных инопланетян. Сатана и его приспешники не только предупредят мир о грядущем вторжении враждебных инопланетян, они еще и попытаются предотвратить это вторжение. «У меня есть все основания предполагать, что при приближении Христа и его ангелов к земле, главнокомандующие во всем мире приведут в боевую готовность самые совершенные ракеты с ядерными боеголовками и нацелят их на небеса в попытке предотвратить его второе пришествие». Марвин Мур, «Кризис в последнее время», страница 270. Дорогие, добавлю от себя, у меня нет и тени сомнений, что это проделки бесов. Вот эти НЛО, вот эти чудеса, которые вы видите на картинках, и то, что в видео мы смотрели. Лично я в это верю, так как когда мне не было еще трех лет, Господь показал мне в снах пришествие дьявола на большом и сияющем разноцветными огнями спускающегося с неба НЛО. Это было начало 70-х годов, когда телевизоры были в каждом десятом дворе, и во время СССР такие информации не допускались вообще. У нас в доме не было телевизора. Я вообще в три года, что я мог видеть и что я мог понимать. Мне же было показано, и этот сон повторялся долгое время. Я не мог понять, что это было. Но помню из сна, как люди бежали к этому чуду и что-то радостно кричали, показывая вверх руками на небо. Я же ощущал внутреннюю тревогу при приближении этого громадного и красивого, скажу вам, объекта. Я долгое время не понимал сути этого сна. И только спустя 40 лет, читая вышеназванную книгу и исследуя великую борьбу, я начал понимать суть этого послания. И теперь я убежден, что дьявол сможет использовать этот способ пришествия, так как ему не позволено поделать настоящее пришествие Господа. И он должен спуститься с неба. А каким образом? Да так, чтобы это было замечено многими. Но только время покажет, как это будет на самом деле. Но главное не это, а главное, дорогие, наше приготовление к этим серьёзным и лукавым дням уже сегодня. Так как мы сегодня поняли, что с этими бесовскими чудесами мы, как народ Божий, встретимся лицом к лицу. Они будут самыми сильными испытаниями нашей веры. И устоят только те, кто закалил свой ум Писанием и кто разрешил своей практической жизни Духу Святому взращивать в себе плод Духа Святого. Пусть благословит нас Господь, чтобы мы приготовились к этим страшным временам. Аминь.